Он побывал в двух десятках стран и преодолел 15 тысяч километров, причем все это в абсолютной темноте. Владимир Воскевич – путешественник, который с рождения лишен зрения, что не мешает ему совершать путешествия на яхтах, поездах, ну или автостопом. На днях Владимир посетил родной рай, чтобы навестить родителей перед очередным путешествием. Куда он отправится и зачем, расскажет Сергей Коробков. Владимир Воскевич путешествует автостопом с 18 лет. Сейчас ему 23, у него за плечами солидный багаж точек на карте мира, где побывала его белая трость. Чехия, Германия, Голландия, Франция, Бельгия – список внушительный даже для обычного человека. Но больше всего Владимиру нравится путешествие по России. Из последнего – поезд к автостопу вместе с другом в Великий Устюг. Деду Морозу они привезли письма от слепых детей. Поскольку я много занимаюсь благотворительностью, проект «Оброс социальным подтекстом», мы ездили по разным регионам России, собирали письма от незрячих детей, которые списали эти письма специально на языке Брайля, точном шрифте. Мы эти письма все собирали, все пожелания отвезли Деду Морозу, сняли замечательный ролик и обратно приехали с целой газелью подарков. Кроме очевидного желания посмотреть мир, как бы удивительно это ни звучало, у путешествия Екатеринбургского студента есть и другая цель. Владимир вместе со своими единомышленниками показывают, что даже с ограниченными возможностями можно жить полной жизнью. Кроме того, Лоскевич является экспертом по доступности среды, ведь ему есть чем сравнивать. К своей слепоте относится с долей юмора и не стесняется рассказывать о забавных случаях из практики. Мы остались без ночлега и пришлось ночевать в палатке. Было на самом деле очень много веселых историй, поскольку ребята тоже достаточно там один, есть проблемы со зрением, я полностью не вижу. Мы в один прекрасный день в Голландии поставили палатку на муравейник, вот только утром, ну только где-то ночью поняли, что вообще не вариант. Муравьи были категорически не согласны с таким соседством. Вот, потом мне народ говорил, что никогда так быстро не бегал 800 метров до моря. Сейчас Владимир покоряет новый маршрут. Вместе с напарницей они отправились автостопом к берегам Байкала. Впереди у них 3,5 тысячи километров. Интересные встречи и незабываемые эмоции. Сергей Крабков, телекомпания «Югра», при поддержке телекомпании «Спектр».